Всем привет! В прошлых видео мы сделали для JVT авторизации роуты, логин и логаут. В этом видео мы сделаем роут профиль. Для начала выведем его на главной страничке. После того, как авторизовались у нас была надпись, что вы успешно авторизованы, теперь добавим сюда вывод профиля. Профиль мы берем из Store. У нас уже есть этот редьюсер для него. Профиль мы будем получать в двух случаях. Когда только логинимся и когда пользователь зашел в приложение и у него есть авторизация, тогда мы автоматически должны подтянуть профиль. Сейчас делаем первый случай, когда пользователь только логинится. После того, как пользователь успешно залогинился, нам нужно получить профиль. Делаем это также через Dispatch Get Profile. Через Action Creator Get Profile мы делаем Dispatch сначала Load Profile Start, чтобы выставить нужный лоудинг, а потом, когда все успешно, Load Profile Success, и в случае ошибки Load Profile Failure. Для простоты будем считать и получать то, что по Get Profile у нас будет возвращаться только одна строка. Ее передадим в Load Profile Success, ResData. В Data будет только одна строка. Нужно сделать API OutGet Profile. Он простой, такой же, как и все остальное. В Get Profile через Axios Instance мы делаем Get, и как Endpoint отдаем Out Profile. А в Out Profile просто Load Profile. И как тип укажем, что вернется одна только строка. Там будет имя пользователя, имя профиля. Теперь нам нужно сделать на бэкэнде Роуд Профиль, чтобы бэкэнд этот профиль отдавал. Роутер на экспресс-сервере будет совсем простой на получении профиля. Так как у нас нет никакой базы пользователей, а то есть только один фейковый юзер, поэтому мы сразу вернем имя админ. Проверим, как все работает. На фронтэнде вводим админ-админ, логин-пароль. Проходит логин, и за ним проходит запрос профиля, в котором мы получаем имя админ. Пока что все работает. Но сейчас запросить профиль может абсолютно любой пользователь. Нам нужно сделать так, чтобы профиль могли запрашивать только авторизованные пользователи, которые имеют Access Token, которые прошли авторизацию. Сначала сделаем на бэкэнде. Если у пользователя нет токена, или он не валиден, то профиль отдаваться не должен. Для запроса профиля добавим middleware, которая будет проверять, авторизован ли пользователь. Она будет проверять токен авторизации, который есть в запросе. Посмотрим, как выглядит эта функция, эта middleware. Middleware опишем отдельно в утилитах. Сначала мы должны из заголовков достать поле с авторизацией. Там должен быть токен. Токен будет примерно такого вида. Сначала там ключевое слово barrier, а потом идет сам токен с какими-то цифрами, точками и всем остальным. Нам нужно достать только вторую часть. Для этого проверяем, есть ли вообще сголовок авторизейшн. Если его нет, то сюда установим пустую строку. Если он есть, то авторизейшн разделим по этому пустому полю и возьмем вторую часть. Если эту вторую часть взять не получилось или токена вообще нет, то возвращаем 401 статус, что пользователь не залогинен. Если токен взять все-таки получилось, если токен все-таки существует, то пробуем его верифицировать с помощью библиотеки GVT. Передаем сюда токен из заголовка, передаем сюда нашу подпись и на выход мы получим раскодированную основную часть. Там будет имя пользователя, и ее можно прокинуть дальше по запросу. В случае ошибки также вернем статус 401, что пользователь не авторизован. И в конце middleware, если все прошло хорошо, то вызываем next, что можно идти дальше. Проверим, как все это работает, что наши middleware отрабатывают. Попробуем теперь залогиниться с помощью admin.admin. Логин прошел успешно, но профили он нам не отдал, потому что у нас сейчас в изголовке авторизации ничего не передается. Теперь на френсе нам нужно добавить, чтобы в каждый запрос добавлялся заголовок authorization, и там будет наш токен, чтобы подписывать наши запросы, чтобы аксесс токен хранился именно в этом заголовке. В файле, где создается инстанс аксиоса, здесь нам нужно добавить интерсептор, это перехватчик. Эта функция будет выполняться для каждого запроса. Нам нужно добавить токен в заголовок. Сейчас объясню все построчно. Есть запросы, в которые нам этот токен передавать не нужно. Например, создадим здесь массив, для которых с конфигом ничего не будет происходить. Заголок. Запросы, для которых в конфиг не будет добавляться. Заголок authorization. Это endpoint login. Ну, понятно, что если мы логинимся, то у нас нет никакого токена. Это endpoint refresh. Нам для refresh не нужен access token. И для logout нам тоже не нужен access token. Access token мы получаем из store с помощью action creator, потому что там будет потом дополнительная логика. И если access token мы получили, то устанавливаем заголовок barrier и в хайдеры добавляем этот заголовок. Что у нас происходит в функции get access token? Я уже здесь подготовился под более сложную логику, но пока что мы здесь просто получаем access token из store с помощью функции get state. Получаем блок out, там out data, и из нее access token. Он может быть или string, или null. И возвращаем его. Если возникла какая-то ошибка, то возвращаем null. И тут написал тип для этой функции, что вернется или string, или null. И для этого здесь есть этот тип, чтобы не отправлять barrier null. Ну, проверяем, как бы это все работает. Обновим страничку, напишем admin admin. Отправляем. И получили 200 на запрос профиль. Посмотрим, как он выглядит. Теперь в заголовках, в блоке request headers есть заголовок authorization, здесь есть barrier, и здесь есть наш токен. Все работает хорошо. Чтобы продолжить дальше и понять, зачем нужен рефреш токен, сделаем для примера одну кнопку, которая будет называться update profile. Когда пользователь залогинин, она будет просто обновлять профиль. Залогинимся и посмотрим, как она работает. Admin admin. Логинимся, залогинились, профиль пришел. И нажимаем кнопку update profile. Запросы идут, статус 200. И через время, когда токен протухнет, вот он протух, и мы больше не можем запрашивать профиль. Теперь он падает с ошибкой 401, что мы больше не авторизованы, так как время жизни access токена совсем небольшое. Я столько поставил для примера, там 10 или 20 секунд. В реальном проекте это будет, конечно, побольше, там минут 5 или 10, но для примера отлично подходит. Нам нужно сделать две вещи. Первая – это когда нам приходит 401 ошибка, мы должны разлагинить пользователя. И вторая вещь – это когда токен готов протухнуть или вот-вот протухнет, мы должны обновить его с помощью рефреш токена. Рефреш токен живет заметно дольше, там несколько часов или даже дней. И с помощью него можно обновлять access токен. Для того, чтобы разлагинить пользователя при 401 ошибке, добавим еще один интерсептор, перехватчик в файл instance.ts, где мы работаем с инстанцем Axios. Мы до этого добавляли перехватчик на request, теперь добавим перехватчик на response. Response мы никак не меняем, но если произошла ошибка 401, и пользователь залогинин здесь, в это проверяем Wi-Fi, если статус ошибки 401, и пользователь залогинин, то мы должны разлагинить пользователя. И на всякий случай проверяем то, что URL в запросе не логаут, а то мы можем уйти в бесконечный цикл. Посмотрим, как это работает. Попробуем обновить профиль сейчас. И нас разлагинило. Все работает. Это нужно в случае, если токен протух, чтобы пользователь сразу выкидывал из приложения. Когда access токен протух, мы сначала должны сделать рефреш, а не сразу выкидывать пользователя. Это мы сделаем в следующем видео. Нам осталось реализовать только один роут, это роут рефреш. Всем спасибо за просмотр.